От 11 класса до обучения в высшем, ну, либо каком-либо другом учебном образовательном учреждении. Выбор огромный, и, конечно же, от этого зависит последствия, зависит от того, как сложится жизнь. Более конкретно нам сейчас как раз об этом расскажут наши гости Сергей Елькин, директор Таврической Академии КФУ имени Вернацкого. Ну, а также Алексей Гусев, ответственный секретарь приемной комиссии КФУ имени Вернацкого. Здравствуйте, спасибо, что проснулись пораньше и пришли к нам в студию для того, чтобы рассказать, как же проходит День открытых дверей. Кстати, какого числа? В субботу, 9 ноября в 11 часов. Как много людей вы ожидаете? Как много гостей? Ну, традиционно на День открытых дверей приходит там 500-600 человек. Мы заполняем весь актовый зал. Приятно, когда люди стоят в проходе, когда приходится выставлять телевизоры в холл для того, чтобы все могли услышать. Для Крыма 500-600 человек – это много или мало? Как вообще растет тенденция? Тенденция растет только на увеличение. 500-600 человек для Крыма в субботу, еще осенью, пока еще для предстоящих абьюрентов только где-то в горизонте поступления. Это очень хорошо. Хорошо. Ну и давайте не будем забывать, что география наших студентов все-таки ширится из года в год. И если раньше действительно основным нашим абьюрентом были ребята из Республики Крыма, города Севастополя, то уже, например, в прошлом году уже порядка половины всех документов, те, кто нам подавали, были ребята из других субъектов РФ. Поэтому, наверное, мы справедливо выходим не только на наш республиканский уровень, а на федеральный уровень. И, конечно, приглашаем ребят посетить наш День открытых дверей не только для ребят из Крыма, но и всех ближайших субъектов России. Каждый год в системе образования что-то доменяется. Вот хотелось бы узнать эти подробности по поводу ЕГЭ, по поводу вступительных экзаменов, вообще все, что с этим связано. Действительно, вот для выпускников, наверное, вступительная кампания уже сейчас, можно сказать, что начинается, поскольку именно сейчас они должны делать осознанный выбор с направлением подготовки, со специальностями, на которые они планируют поступать. Потому что выпуск из школы и поступление в ВУЗы, по сути, это сопряжено, поскольку и там, и там нужно сдавать единый госэкзамен. Причем, что важно помнить, что для того, чтобы поступить в высшие учебные заведения, битуренты должны сдать не менее трех предметов единого госэкзамена. К сожалению, многие ребята не совсем рамотно ориентируются в этих моментах, поэтому, собственно, одна из задач неоткрытых дверей – объяснить, какие нужно предметы ЕГЭ выбирать. Поэтому, вот, если пользуясь нашими сегодняшними форматами, я хочу еще раз напомнить нашим ребятам, что если они планируют, закончив школу, поступать именно в высшие учебные заведения, то им нужно осознанно выбрать нужные предметы ЕГЭ, заранее обратиться в приемные комиссии тех ВУЗов, куда они хотят поступать, и выбрать не менее трех ЕГЭ для поступления на каждую специальность. В общем, 9 ноября – именно тот день, когда можно обратиться. Как долго идет? День категорий? Да. Ну, традиционно часа два. Обычно где-то минут 30 общее собрание, а потом мы знакомим всех абитурентов с их выбранными будущими направлениями, подготовками, факультетами. Передаем их во власть деканов, в приятную власть деканов, власть знакомства. Их погружают в практический образ уже будущей успешной деятельности. Поэтому традиционно где-то к обеду все могут считать, что их день успешно реализован. Скажите, может, есть какая-либо статистика? Вот пришло 500-600 человек. Сколько из них в дальнейшем вернутся? Традиционным, успешным считаем, чтобы каждые глаза, которые были на этом мероприятии, нашли свое место не только в Таврической академии, возможно, в других структурах. Потому что Крымский федеральный университет представляет собой очень большое учебное подразделение, учебное учреждение, порядка 200 направлений подготовки. Мы присутствуем в каждом городе Республики Крым. Поэтому студент или школьник, который сделал первый шаг и зашел на день открытых дверей Таврической академии, вполне предполагаю, что он может найти свое место и в другой структуре Крымского федерального университета. Поэтому успешным для нас считается стопроцентное размещение наших школьников во всех подразделениях Крымского федерального университета и Ленина Вернадского. Все мы понимаем, насколько это ответственное мероприятие для школьников, для детей, для будущих выпускников. А для самой Таврической академии это важно? Конечно, это важно. Потому что Таврическая академия, отвечая на вопрос, который был, что меняется с ЕГЭ, меняется не только с ЕГЭ, меняется, если говорить глобально, меняется новый подход к высшему образованию в Российской Федерации. И мы в Таврической академии пытаемся быть на один шаг впереди. И наш статус Крымского федерального университета позволяет заявлять о смелых шагах. Мы сейчас плотно сотрудничаем с агентством стратегических институтов. Мы открываем буквально на следующих выходных акселератор бизнес-проектов для представителей малого и среднего бизнеса. Мы плотно работаем с Московской школой управления Сколково для того, чтобы перенести в Лоно-Таврической академии все новые современные образовательные технологии. Буквально на прошлой неделе мы открыли, ну, две недели тому назад мы открыли в сети университет с точки кипения такое новое пространство коллективной работы, где мы пробируем новые образовательные технологии, такие как, например, геймификация, онлайн-обучение, формируем образ будущего университета, образ будущего студента. Если говорить в повестке глобальной, в повестке образовательной политики Российской Федерации, то мы формируем новую модель научно-образовательного центра, которая станет новой регионализацией деятельности субъектов Республики Крым и Российской Федерации. Поэтому для Таврической академии день открытых дверей — это тот формат, когда мы знакомим с будущих школьников и абитуриентов их родителей с образом будущей профессии. Крымский Федеральный Университет — на самом деле очень мощный вуз на полуострове. И раз уж вы затронули тему стратегии развития, мне бы хотелось узнать, а чем вы можете подкупить вашего абитуриента? Я имею в виду, что, например, сейчас в моде профессия блогер. Будут ли какие-то курсы, или, возможно, надо будет получить диплом, бакалавра, а потом уже магистра и стать дипломированным блогером? Нет, на сегодняшний момент нет такой узкой специализации, например, факультет будущего, подготовка кадров блогеров. То есть есть и такой, да? Да, есть разные взгляды на будущие профессии. Действительно, будущие профессии, они связаны больше уже не с твердыми компетенциями, а с такими, так называемыми, мягкими софт-компетенциями, когда речь идет уже о способности креативного мышления, формировании образа нового мышления, когда в голове приходится удерживать два несуществующих явления и давать проблематизацию несуществующим явлениям, найти способ в сфере искусственного интеллекта не забывать про эмоциональный интеллект. Это все вызовы будущего. Относительно блогера. Блогером можно стать любой студент, любого факультета, любого направления подготовки. Для этого не надо какого-то узких специальных знаний. Для этого надо просто креативное мышление, способность коммуникации, управление коллективами, влияние на коллективу. Я уверен, что еще надо расширять свой кругозор, получать знания, потому что тогда и будет блогер, о чем говорить, о чем рассказывать. Кстати, наверняка сейчас многие наши телезрители, не слышавшие, не знавшие о том, что 9 числа в эту субботу состоится в КФУ день открытых дверей, наверняка захотели, вот только что узнали и захотели посетить, побывать. Скажите, как они могут узнать предварительную информацию? Предварительную информацию про то, когда прийти к нам в гости? Да. Каждый факультет готов в любой момент их принять. Единственное, лучше заранее согласовать, чтобы не было какого-нибудь заседания либо совета, и школьники, либо родители всегда могли прийти, чувствовать себя, что их ждут в наших гостях. Пока они для нас гости. Надеемся, что для каждого из них потом Таврическая академия, Крымский федеральный университет станет их домом. Кому-то на 4, кому-то на 6, кому-то на всю жизнь. Вот, например, рядом со мной Алексей Николаевич Гусев, о котором мы говорили. Он в прошлом наш студент, аспирант, доктор наук, профессор, ответственный секретарь природной комиссии. Хуже того, он еще и так называемый свежий обладатель золотой медали на международной ярмарке за развитие инноваций. Буквально на прошлой, в пятницу, наши студенты стали победителями всероссийских судебных дебатов по уголовным делам. В это воскресенье спортивная команда «Грифон», баскетбольная команда, выиграла команду «Зенит», одержала победу над командой «Зенит», по-моему, сейчас счетом 73-93 в Санкт-Петербурге. Поэтому приступить и познакомиться с успехами, либо там с образом Таврической академии, Крымского федерального университета можно в любой момент, в любой сфере. Где в спорте, где в науке, где просто прийти в гости и познакомиться. У нас существует хороший проект «Стань на один день студентом». То есть любой школьник может прийти, заранее согласовав время и повестку, прийти прожить этот день вместе со студентами, вместе с другими школьниками с любого региона Российской Федерации, Республики Крым, даже Симферополя, прийти и прожить этот день со студентом. Но иногда не только школьникам хочется стать студентом. Например, я вот тоже бы вернулась в это время. Можно мне прийти? Конечно, можно. Если мы говорим о вызовах будущей, о стратегии, то действительно наши знания устаревают каждые 3-5 лет. И если раньше мы говорили действительно о профессии блогер, о которой никто не знал, так же, как, например, человек, который управляет дирижером, ранее было квота, по-моему, 50 человек на место. Сейчас даже об этом никто и не вспоминает. Либо там кучер, было условно там тысячи кучеров, а через 20 лет оказались эти специальности не нужны. Поэтому после блогера, я думаю, после тележурналиста, в любом случае, мы всегда для вас найдем новую компетенцию, которая вам будет интересна. И мы вас вовлечем в нашу работу. Это приятно. Скажите, пожалуйста, а Крымский федеральный университет сотрудничает с другими университетами по России или, возможно, даже за рубежом? Есть у вас иностранные партнеры и опыт обмена студентами? То есть чем тоже можно привлечь потенциального абитуриента? Если мы говорим, привлекаем потенциального абитуриента нашими, сейчас модно говорить про экосистему, экосеть вузов между собой, как раз-таки, да, действительно, мы сейчас опробируем на своей территории новую модель университета будущего, когда связь идет не просто формальная, сетевая, на основании соглашения, студент поехал, а так, чтобы студент каждый день чувствовал возможность получать новые лекции, новые знания, которые реализуются в других вузах. К сожалению, время нашей беседы регламентированное, оно уже подходит к концу. Кстати, эту информацию полезно, я думаю, будет многим узнать лично, пока пусть повиснет интрига, потому что действительно вопросами экологии сейчас многие увлекаются, многие занимаются, и подход людей существенно поменялся. Вам хочу сказать спасибо за то, что провели, встретили это утро в нашей компании. Ну, а нашим телезрителям напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Елькин, директор Таврической академии КФУ имени Вернацкого. И Алексей Гусев, который сегодня очень мало говорил. Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ имени Вернацкого. Спасибо большое, что нашли время и заглянули к нам в студию.